Всем привет! Меня зовут Маша и со мной сегодня Коля из страдающегося средневековья. И с вами мы сегодня обсудим бьюти-новости. Давайте начинать! Начну я традиционно с новостей нашего русского бьюти. 1 числа у Таймита Нука, как обычно, произошло изменение в магазинчике волшебных яиц. На этот раз новым оттенком лунный фосфор прирос волк. А эту неделю нам объявили неделей, вернее, этот цикл. Таймита Нука объявила циклом предрассветного часа и на заставочке у них красивый волк. 15 числа будет очередное обновление магазинчика волшебных яиц. Возможно, нам откроет волка полностью и тогда 19 января в субботу запустят продажи. Ну а возможно, продажи начнутся уже в следующем цикле, пока информации никакой об этом не было. Также из новостей русского бьюти в Шик Косметикс вышли однушки Спаркла. Они уже доступны к покупке точно на официальном сайте. Доступно 4 оттенка, но это Спарклы нюдовых цветов. Я такими редко пользуюсь. Я, если пользуюсь Спарклами, то вот какими-нибудь очень темными. В основном, ну или хотя бы с этнитоновыми. А также ко Дню Святого Валентина Шик выпустил праздничные наборы Romantic Date, Date with X и First Date. В общем, в эти наборы входит тушь и матовая помада одного из трех оттенков. Ну, собственно, наборы разные, поэтому на этом рубрика закончилась. Дальше я пойду не по рубрикам. В прошлые свои выпуски я делила на рубрики, там к определенному празднику, к определенным датам, продукты для лица, продукты для губ. Скажите, как вам интереснее? Слушайте в рубриках или можно так вот в разнобойках, как я сегодня? И начать выпуск я хочу со слона в посудной лавке, с того выпуска, который меня удивил, скажем так. И сама Beauty выпустила помаду, которая называется Color Infusion Lipstick и футляр этой помады в форме члена. Да-да, в форме члена. До этого она выпускала продукты, там в том числе были и помады, и какие-то стики, хайлайтеры с торсом лошади. Нам осталось выпустить мужскую жопу, и мы сможем собрать его. Кентавра наоборот. В чате у меня в телеграме девушки уже пошутили, что хуёвая какая-то помада. За практически там 100 долларов байеры предлагают около 9 тысяч рублей выкупить эту помаду. Доступно два оттенка, классический красный и бальзамный чёрный, он полупрозрачный лежит на глазах. Также в чате девушки шутили, что вот мы женщины такие странные, у нас есть вибраторы в форме помады и помады в форме вибраторов. Оно не вибрирует, кстати, это просто странная форма. И самая направит часть выручки с продаж этой помады в фонд поддержки сексуального просвещения и рождаемости в США. Ну да, с такой-то помадой, наверное, только о рождаемости можно и беспокоиться. Из таких более-менее заметных релизов у Наташи Диноны вышла палетка. Она была слита, как обычно это происходит с Наташей Диноной, ещё в конце прошлого года. Я в телеграмме выкладывала именно эту фотографию. Мультифункциональная палетка в том же формате, который Наташа выпускала в прошлом году. Лук Фантастик случайно слил эту палетку раньше времени. Некоторые блогеры на Западе уже успели её купить и здесь снять обзоры. Но на официальном сайте запуска ещё не было. И Наташа Динона на самом деле ещё не раздуплилась с тем, чтобы анонсировать эту палетку официально. Но уже прошли обзоры, да, как я сказала. Стоимость палетки почти 75 долларов. В ней 5 оттенков теней, кремовый румяный и кремовый хайлайтер. В прошлом году такая палетка выходила в коричневых тонах, в тёплых. И мне кажется, та палетка была более универсальная для любителей сделать весь макияж одной палеткой. Я бы скорее предпочла палетку прошлого года и дополнила её палеткой Мини Лав. Если мне хочется каких-нибудь таких красноровато-розовых оттенков. Ну и оттенок румян здесь очень универсальный. Он подойдёт девушкам с холодным подтоном скорее. И достаточно такой средней внешностью. Скорее medium, чем light. То есть такой light-medium оттенок кожи. Потому что оттенок достаточно яркий. Наверное, его можно более тонко нанести на кожу. Но, тем не менее, девушкам с тёплым подтоном она не подойдёт. Но, с другой стороны, прошлогодняя палетка была явно тёплая. А эта явно холодная. Но это уже четвёртый год подряд, когда Наташа на 14 февраля запускает вариацию палетки Лав. Сперва у нас была большая палетка Лав. Потом Мини Лав. Потом Мини Краш. Которая тоже была очень похожа на Мини Лав. И вот сейчас вот это. Я сперва подумала, что это даже те же самые оттенки, что и в Мини Лав. Но, посмотрев обзоры, нет, это другие оттенки. Здесь есть пастельный розовый и оттенок вот маловый другой. А три других оттенка немножко к персикам больше оттенку склоняются. Но, тем не менее, при первом взгляде на Наташу Динону я подумала, что это то же самое. Наташа нам экономит деньги. Адерт Косметикс в прошлом выпуске я говорила, что они продавали мистери бокс. И совершенно не было никаких обзоров. Не было у блогеров, которые часто сотрудничают с Адерт Косметикс. Это там какой-то Аннет Мейкап Скорна. И вот, господи, Хедер Остин, с которыми у них была коллаборация. Даже специально залезала на их канал. Думала, что я что-то пропустила. И у них были обзоры. Но потом основательница бренда написала, что она осознанно не высылала никакой пиар, чтобы вы действительно получили сюрприз. И сегодня она... Вернее, как сегодня? Пару дней назад она наконец-то выставила, что же было в этом мистери боксе. Все эти продукты будут доступны к покупке отдельно. В этот мистери бокс вошли мультихромные лайнеры, жидкие подводки. И палетка, которая называется Ласи Нежа. Я, возможно, неправильно это как-то произношу. Но в палетке целых 10 матовых оттенков. Предыдущую палетку, о которой я говорила в прошлом выпуске, я не купила именно из-за обилия матовых. А здесь их еще в два раза больше. В общем, слава богу, что я не купила этот мистери бокс. Чуть не отнесла туда 10 тысяч рублей. Уома Бьюти запускает каждый год свою коллекцию, которая поддерживает Black Own Business. В эту коллекцию вошла палетка теней. Это Уома Бьюти. Кстати, мне нравится раскладка цветов, но она достаточно нейтральная. У меня, наверное, такое все есть. Я бы покупать ее не стала, хотя как продукт она мне нравится. Черная помада тоже от Уома Бьюти. Кстати, здесь вот эти вот блестящие оттенки похожи чем-то на Special Shade из второй Mothership Sublime. К этой акции, как правило, присоединяются другие бренды. Эльф выпустил черную помаду. Colourpop что-то выпустил. А, Colourpop выпустил Luxe Lipsticks. И они будут тоже перечислять часть выручки в поддержку этого фонда. И Nitrogena выпустила салфетки для снятия макияжа. Все это в черном оформлении. Третий год, по-моему, эта традиция длится. В прошлом году было то же самое. Cosmic Brushes выпустила палетку. В продажу она выйдет в эту пятницу, 10 февраля. Палетка называется Muse. Здесь красивая цветовая гамма. Анжелика Никвист обзор делала на палетку Serenity в прошлом году. И у нее палетка Serenity заняла первое место в ее рейтинге всех палеток. Также эта палетка Serenity есть у Насти, N-The Beauty Channel. Не помню, делала ли она обзор. Но она точно в каком-то видео говорила, что это одна из ее самых любимых палеток. Поэтому я на самом деле с большим энтузиазмом смотрю на этот запуск. И думаю, может быть, мне она надо. Потому что цветовая история этой палетки мне нравится. Это Indie Brand. Он расположен, насколько я помню, в Британии. Потому что у них адрес .co.uk. Sydney Grace 14 февраля выпустила мини-набор, в который стоит бандл, скажем так, за 29 долларов. Входит хайлайтер, 4 оттенка теней и бальзам для губ. Ну или, я не знаю, или это жидкая помада так выглядит. Называется Mie. Оттенок. В Sydney Grace мне не понравилось качество теней. Но у них очень хороший кастомер-сервис. Из России я бы это заказывать с посредниками не стала. Того не стоит. Лучше закажите там и тому, без посредников. Ansley Rain Cosmetics открыла предзаказ на Midwinter Dream My Shadow Palette. Это коллаборация с блогером Британи Хаффман. К сожалению, не знаю, что это за блогер. Предзаказ стоит 89 долларов на их официальном сайте ansleyrain.com. Мне нравится цветовая гамма, но палетка слишком большая. Я бы из нее убрала два самых крайних ряда и остановилась на 15 оттенках. Так, получается, 21 слишком много. Sigma Beauty выпустила мини-версию палетки, которая называется Mod Mini Shadow Palette. Палетка Mod выходила, по-моему, в прошлом году. Она была у бренда достаточно популярна. На Sydney Grace... Ой, господи, какую Sydney Grace. Меня уже глючит. На Sigma Beauty я слышала много хороших отзывов от блогеров, которым я, в принципе, доверяю выбрать теней. Но эта палетка такая маловая. Мне у Sydney Grace больше всего нравится палетка Cinderella по цветовой гамме. Но я этот бренд ни разу не пробовала и пока еще заказывать не буду. Danessa Myricks запустила Yummy Skin Blurring Bound Powder. Это такие румяна. Powder Flushed, вернее. 7 февраля будет запуск. Доступно будет в шести оттенках за 25 долларов. Продукты от Danessa Myricks до лица я не пробовала. У меня есть две палетки для лица. Хорошие, на самом деле, палетки. Мне нравятся. Но, судя по всему, оттенки румян предназначены больше для девушек с темной кожей. Поэтому вот этот релиз я, скорее всего, пробовать не буду. К 14 февраля, скорее всего, Beauty Bay запустила свою традиционную вот эту палеточку в 20 оттенках. В этот раз она называется Retro Love. И здесь смесь ментовых, голубых, розовых, желтых. Она, в общем, какая-то немножко все подрядская. Мне не нравится цветовая гамма на этот раз. Нижний ряд очень теплый. Она действительно похожа на ретро этот вайб 70-х. Стилистически, на мой взгляд, выдержанных хорошо. Кстати, Beauty Bay я тоже до сих пор так и не попробовала. Elf запустила 10 новых оттенков уже существующей линейки помад. All Face Satin Lipsticks. Стоимостью 9 долларов. Один из этих оттенков All Night как раз сделан совместно с Uoma Beauty. И они будут перечислять часть выручки вот в этот фонд Black Tone Business. Я не помню, как точно называется фонд. В целом сейчас в линейке 20 оттенков. Elf ни разу не пробовала. Но это бюджетный американский бренд, который нет смысла заказывать в России. Потому что весь смысл в том, что он бюджетный, мы теряем при доставке. Made by Mitchell запустил радужные лайнеры. Они выглядят очень такими мягкими. На вид цвета яркие. 7 оттенков по 12 фунтов. Made by Mitchell продается на Beauty Bay, я знаю. Но я, кстати, хотела как-то у них купить кейс для карандашей. Но пока я соображала, у нас произошло сами знаете что. Поэтому бренд я так и не попробовала. Он, по-моему, был в каком-то небольшом количестве представлен в золотом яблоке. Но я не уверена. Не уверена, что они получают новинки сейчас. LH Cosmetics запустила коллекцию к Дню Святому Валентину. Полная коллекция стоит почти 64 доллара. Включает в себя Bloma палетку. Карандаши для губ в двух оттенках. И можно отдельно купить палетку за 43 доллара. Ну, это традиционная розоватая со слегка золотистыми вкраплениями палеточка на 9 оттенков. Мне кажется, у многих такое уже есть. И LH Cosmetics, я, честно говоря, не помню обзора на эти бренды даже у других блогеров. Little Cosmetics запустили коллекцию, продажи от которых будут перечислять на благотворительность. Можно купить четверки. Можно купить вот эти мраморные оттенки, как однушки. А также можно отдельно купить пустые палетки. 100% выручки будут пожертвованы благотворительным организациям Defenders of Wildlife, Oceana, Cool Earth и Human Society International. Банглы стоят по 30 долларов 60 центов. Однушки теней по 7,5 долларов. И пустые палетки по 8 долларов. Здесь нет затемняющих оттенков. Это такие среднетоновые палетки. Little Cosmetics в прошлом году пришли на Beauty Bay. Их можно, в принципе, сейчас заказать. Ну, те, кого я смотрела, советуют собирать кастомные палетки для себя. Качество там среднее. Вот эти сами палеточки у них картонные. Ну, это как у большинства американских инди-брендов. Просто картонные упаковки не очень качественные. Kimchi Cheek Beauty. Это транс-бренд. Выпустили двушки теней. 13 у них доступно палеток. Spinning Hearts Duos. Они по 8 долларов стоят. Можно купить полный бандл из 13 этих палеток за 88 долларов на официальном сайте. Но, как сами странные сочетания цветов, не знаю, например, зеленый с розовым, это будет просто сложно носить самостоятельно. И, видимо, бренд предполагает, что вам нужно купить как минимум, не знаю, две палетки. Одну цветную, одну нейтральную, чтобы что-то растушевывать. Мне не очень нравится оформление. Какое-то оно слишком детское. И, не знаю, если даже это маленький продукт, там, из двух оттенков, я предпочитаю, чтобы он работал сам по себе, а не чтобы его нужно было чем-то дополнять. Хотя у меня, конечно, есть продукт с блестяшками, но здесь нет специальных оттенков, просто цветные тени. Некоторые из них, возможно, металлики. Но тут по промо-фотографии сложно сказать. Fenty Beauty запустила в ограниченный выпуск Game Day Collection на своем официальном сайте. В нее входит косметичка. Ой, косметичка очень симпатичная. Блески для губ в нескольких оттенках. Пудра для закрепления тона. Увлажняющий крем с SPF 30. Крем для тела. Спонжик есть еще отдельно, продается за 16 долларов в форме мяча для бейсбола. Очень забавная коллекция для любителей американского футбола. Насколько я знаю, Риана в этом году будет выступать на Суперкубке. Это очень престижно для американских исполнителей. Майкл Джексон так выступал, Мадонна так выступала, Бейонсе выступала. В общем, это только самые топовые звезды выступают на Суперкубке. И даже в дни Суперкубка, например, в онлайн-играх падает онлайн. Это для американцев, правда, очень большое событие. И ей досталась такая честь выступить на Суперкубке. Поэтому вот она запустила эту коллекцию. Мне нравится и оформление, и идея, и Зыряна я рада. Молодец. Она, в принципе, нравится мне как исполнительница. Каджа Бьюти выпустила Джелли Чарм в четырех оттенках. Нет, ну на самом деле оттенков здесь шесть, но четыре уже доступны в Сифаре. Два другие оттенка будут доступны только на официальном сайте. И еще некий Джоин Флит. Не знаю, что такое Джоин Флит. Джелли Чарм это, как это называется, тинт для губ. И также этот продукт можно использовать как румяна. И он как бы с брелком. Ну, не очень понимаю я вот эту вот тему. Узнаете, Фэнти Бьюти тоже в прошлом году клипсы выпускала с блеском для губ. Странная вещь. Больше похоже на Алиэкспресс, как по мне. Гуччи выпустила новую линейку тональных кремов. Доступно огромное количество оттенков, разные подтоны. Выглядит на самом деле прикольно. Написано, что увлажняющий и дышащий финиш. Дает комфорт на весь день и ощущается как вторая кожа. Он содержит в себе пудру бамбука. Она позволяет контролировать блеск до 24 часов и блюрит поры. 67 долларов стоит 40 оттенков. Я бы хотела попробовать этот тональный крем для Гуччи. Единственное, что сложно мне подбирать оттенки онлайн. Несмотря на то, что есть вот эти сервисы по подбору оттенков. Так себе купила тональный крем от Charlotte Tilbury. Он оказался слишком желтый. Хотя заявлен как тональный крем с розовым подтоном холодным. Ну, посмотрим. Colourpop запустил линейку Jelly Match Chadows. Это какие-то гелеобразные странные тени. Здесь доступны бамблы и однушки по отдельности. Видимо, они пользовались популярностью. Но мне кажется, такие продукты очень быстро высыхают, портятся. И ими нужно пользоваться очень активно, чтобы действительно этот продукт не пропадал. Я больше предпочитаю сухие тени. И то даже сухие тени подсыхаются временем. Из них как-то выпаривается связующее вещество. Живанши запустила дополнение к своей Prisma Libre линейке. Включает в себе консилер теперь и корректор. Доступно уже в Европе. В США скоро придут. Подсвечивающий консилер. Корректор увлажняющий. Не знаю. Я не пробовала, кстати, продукты именно тональные от Живанши. У меня только хайлайтеры были и что-то такое. Пудра была с блёстками ещё. Не пробовала, если честно. Но консилерами я просто редко пользуюсь. Не знаю, зачем это сделал Revolution. Но зачем-то он запустил линейку хайлайтеров, которые выглядят как чашка Петри. В прошлом году это сделала Huda Beauty. И мне кажется, тот продукт не пользовался популярностью. Не знаю, зачем нужно было вообще дублировать этот концепт. Он отвратительный на вид. Я хочу побыстрее пролистать эту фотографию, чтобы просто её не видеть. Hermes запустил новую минеральную пудру. Доступна в пяти оттенках. Очень богатое оформление. Чем-то, правда, похоже на шик. Упаковка, по крайней мере. Но очень красиво внутри выглядит. Скоро будет доступна на их официальном сайте. Я пока что не смотрела. Новые оттенки от Charlotte Tilbury. Доступны в её однушках Hypnotizing Up Shot. Два оттенка. Один из них Pilotalk Ultra Bio. Это такой сияющий, спарклистый, фиолетовый. И Pilot of Diamonds. Это розово-золотистый оттенок. У меня есть маленькая четвёрка Dazzling Luxury Pilot of Pops. Dazzling Diamonds. Там в ней слишком тёплые для меня оттенки. Поэтому я пользуюсь ими редко. Но стоимость у Charlotte за однушки высокая. Я бы лучше, наверное, посмотрела в сторону четвёрочек. Хотя бы там хотя бы оттенков будет больше. RMS Beauty. Это запуск, о котором я забыла рассказать в прошлом выпуске. Они анонсировали новый продукт для губ. Lip Lights называется. Можно носить самостоятельно. Можно сверху наслаивать на помаду. Но я так понимаю, это будет как бальзам. Бальзам или блеск для губ. Знаю, что RMS Beauty это такой, знаете, clean, vegan, eco-friendly бренд. Он доступен в Сефаре. Но больше, в принципе, и ни о чём не знаю. Но эту информацию можно было найти, быстренько погуглив. Тоже из прошлого выпуска. Забыла про это рассказать. Tower 28 выпустили. Juicy Balm Vegan Titten Lip Balm. То есть это бальзам для губ с оттенком. Доступно в четырёх оттенках. Они ещё с запахом фруктов. Арбузик, клубничка, шоколад. Что-то такое. Ещё какие-то ягодки. Доступно будет 24 января. Ну, на самом деле, уже доступно. Также в прошлом выпуске забыла упомянуть, что у P. Louis выпустили Energy Lip Doe. Это масло для губ и какой-то кондиционер для губ. Не знаю, что иметь в виду. Ну, возможно, какое-то средство для подготовки губ к макияжу. Доступен 31 оттенок. Есть даже странные цвета, типа зеленоватых. По 28 фунтов, наверное. Ещё вышли маска для губ и скраб. В общем, здесь разные банки доступны. Разные стоимости, наверное, все перечислять нет смысла. Уже доступны новые оттенки румян от M Cosmetics. Называется Self Soft Blush. Очень симпатично выглядят оттенки румян. Второй оттенок мне бы точно подошёл. Да и третий. Но кремовыми румяными я пользуюсь редко. У меня комбинированная кожа. Кремовую румяну я наношу только, если под низ сухих продуктов. Мне в любом случае нужно всё закреплять. Иначе это с моего лица сползёт. Но, наверное, обладательцам сухой кожи этот продукт понравился бы. Хотя обзоры я, если честно, не вспомню так на вскидку. Уже доступные от Makeup Revolution. Называются In Real Life Filter Finish. Это консилер. И у них раньше выходил тональный крем под таким названием. И они дополнили эту линейку ещё линейкой консилеров. Стоимость 7 долларов. Полное покрытие. 16 часов. Новский обещает нам производитель. Доступно в 30 оттенках. Данесса Майрикс выпустила жидкие тени. По-моему, 6 оттенков. По 20 долларов. Будет доступно 7 февраля в Сифаре. Очень блестящий написано. Жидкие хайлайтеры. Вернее, это не тени, а хайлайтеры. Их можно наслаивать для очень, как сказать, стойкого покрытия. Мне нравится... Здесь, кстати, есть прозрачный оттенок с сиреневым подтоном. И есть оттенки для более смуглой кожи. Но Данесса Майрикс, она афроамериканка. Поэтому она и выпускает продукты для них. В прошлом выпуске я говорила о новых матовых жидких румянах от Шарлотт Тилбери. Наконец-то сейчас доступны уже цвета. Доступно это будет в 4 оттенках. Я думаю, это прекрасный продукт, который можно будет миксовать с ее жидким хайлайтером. Но, наверное, это тренд этого года. Вот эти продукты с жулями. Я еще в прошлом выпуске про это говорила. Очень много у нас таких релизов. Их становится все больше и больше. Бобби Браун анонсировала новый продукт. Брайсен Плаш. 5 палеток доступно. В каждой из них как бы 3 оттенка. Мне кажется, это не очень будет удобно использовать как отдельные оттенки. Потому что они неравномерно распределены по площади. Ну, возможно, эта палетка большая. Мне просто кажется. Ну, хотя в сравнении с лицом, если смотреть, то в любом случае удобнее будет, скорее всего, смешивать все 3 оттенка и наносить это румяна с таким сатиновым, слегка блестящим финишем. Скоро будет доступно на официальном сайте бренда. Хинтаж выпустил новые цвета для линейки Color Fluid. Это матовые жидкие пигменты, которые могут быть использованы практически на любом месте вашего лица. На глазах, на щеках, на губах для монохромных луков. Можно использовать как индивидуальный продукт для яркого цвета. Можно смешивать с базовыми продуктами и бальзамами. Например, с помадой, с бальзамом для губ или с тональным кремом для того, чтобы создать какой-нибудь кастомный финиш. Цена на данные продукты 25 долларов. Уже скоро будет доступно на веб-сайте. Хинтаж профессиональный визажист. Я думаю, он хорошо знает, много знает про текстуры, про то, как лучше с этим работать. Его палетки тоже такие мультифункциональные. Видимо, он очень любит эту мультифункциональность. Для визажиста, наверное, замечательные будут продукты. Можно будет смешивать. И у Хинтаж, как правило, не очень высокая пигментация. Они такие достаточно юзер-френдли в плане использования. То есть не так, что ими можно переборщить. Том Форд запускает новый консилер. Называется Traceless Soft Matte Concealer. Будет доступен в 20 оттенках. Очень, конечно, люксовая упаковка, как всегда у Тома Форда. Не пользуюсь консилерами, почему-то мне они не привносят какой-то большой разницы в макияж. У KVD вышла новая линейка в ее Good Apple. В прошлом году или в позапрошлом выходила такая матовая, как бы пудра-тональный крем. До этого у них в этой линейке была еще жидкая тональная основа, но с матовым финишем. А сейчас они выпустили Good Apple Serum Foundation. Этот тональный крем имеет полное покрытие, transfer proof. Но финиш натуральный. Написано, что долго носится. Насколько я знаю, этот тональный крем уже вовсю верующится в ТикТоке. Предыдущую линейку KVD распродает в Сефаре. Там такой более матовый финиш. Ну, не знаю, тут, наверное, третий продукт в этой линейке, и каждый из них вирусится. Супер губ. Кто бы это ни был, запустил SPF для губ. SPF 40. Называется Lip Screen Shine. Написано, что он невидим на губах, нелипкий. Блеск для губ с SPF 40 добавляет вам блеска и защиты от солнца. Содержит в себя масло в виноградных косточках, масло шины с кокосом, с маслами кокоса, масло подсолнечника и сезан. Я не помню, это какая-то крупа, не могу так сходу перевести. Ну, я, кстати, не знаю продукты для губ с SPF. Доступлены ли у нас в России? Наверное, да. Просто я не изучала еще этот вопрос. Как-то обошла я стороной SPF для губ. Возможно, мне стоит этим озаботиться. Я пользуюсь только SPF для лица, а на губы не наношу ничего, кроме помады. Может быть, мне стоит позаботиться и о губах? Хотя, наверное, его нужно очень часто обновлять, да, потому что он съедается. Бренд под названием L.I. West Beauty запустили новую линейку для губ. В нее входят карандаши для губ и помады. Стоимость помады 20 долларов, стоимость карандашей 15. Доступны 7 оттенков и того, и другого. Ну, достаточно симпатичное оформление. Но, кстати, я не... На свочах помады выглядят несколько неоднородными. А это промо-фотографии, которые обычно стараются нанести хорошо. Даже, не знаю, выглядит не впечатляюще. Лола спустила ли дополнение к линейке Forget the Filter? Tinted Lip Balm называется Lip Planting Line Smoothing. То есть он делает губы больше, видимо, обладает вот этим ментоловым или, не знаю, перцовым эффектом. Доступно 6 разных оттенков, полупрозрачные бальзамы. Ну, так ничего особенного. Diana Madison запустила крем для кожи вокруг глаз. Называется Illuminae Safran Oil Brightening Eye Cream. Он подсвечивает, увлажняет и снимает отеки вокруг глаз. Я, кстати, не пользуюсь отдельными кремами вокруг глаз. Пользуюсь просто обычным уходом для всего лица. Но кремы для глаз нужны людям, у которых там действительно есть какая-то специфика с глазами. Там, например, они отекают сильно или еще что-нибудь в этом духе. Jones Road Beauty запустили новый бронзер стоимостью 35 долларов. Доступно в 7 оттенках. Есть разные подтоны. Есть даже красноватые какие-то подтоны. Сложно, конечно, по фотографиям судить. Наверное, этот розоватый можно как румяна использовать. Или на очень-очень светлокожих девушках с холодным подтоном. Достаточно широкая линейка, на мой взгляд. Интересные цвета. Хорошо смотрится продукт на промо-фотографиях. Но обзоры я не видела. Бренд Lights Lacker запустили коллекцию к дню рождения. Называется Y3K. Включает в себя 4 оттенка лаков. Ну, лаки симпатичные. Сейчас я, правда, перешла на маникюру в салонах. Поэтому лаки не покупаю. Но вот такой, знаете, Y3K – это 3000 год. Это тренд, наверное, что-то такого голографичного. Может быть, неонового, фиолетового, розового. Надо погуглить. Я, мне кажется, постарела и не поспеваю за всеми молодежными трендами. Real Techniques выпустили новую коллекцию. Она уже доступна. Называется Day Gleam. В нее входит сет кистей из 4 кисточек за 20 долларов. Сет из спонжев за 11 долларов. Кисти для пудры за 12 долларов. И кисти для тона за 12 долларов. Очень яркие цвета. Еще доступны заколочки какие-то. И стразики, которые можно лепить. Очень трендовая молодежная расцветка. Но, мне кажется, у Real Techniques в последних запусках качество несколько упало. Это я сужу по отзывам, которые вижу в интернете. У меня не было кисти Real Techniques. У меня в основном кисти с Алиэкспресс. Поэтому я тут, конечно, могу быть необъективной. JK от Beauty запустили новый Chromatic Shock Extreme Eyeliner. Это карандаши мультихромы. Наверное, можно их сравнить с карандашами от Collides. Кстати, мне вот советовали в телеграм-чате. Мария, Мария, привет! Советовала мне присмотреться к этим карандашам от Collides. Стоимость карандашей от JK от Beauty 7 долларов. Я не помню стоимость карандаши от Collides. Можно, наверное, сравнить. Но доступны они только на их официальном сайте. Поэтому заказать, наверное, будет сложно. И Collides как минимум легче достать из России. Байеры их привозят. Байеры не очень любят покупать что-то на таких маленьких инди-сайтах, откуда они еще не закупали ранее. Но сейчас уже у нас многие покупают Adapt Cosmetics, например. А вот я спрашивала, можете ли вы выкупить Blend Bunny Cosmetics. В прошлом выпуске я говорила... Ну, я на самом деле хотела не этот выпуск купить. Но в прошлом выпуске я рассказывала, что у Blend Bunny вышло две палетки. Называются Trove и Lure. И они мне понравились. Но мне Байер сказал, что нет, они не выкупают на этом сайте. Видимо, они не доверяют пока этому сайту. Если будет много таких запросов, может быть, конечно, начнут выкупать. В One Size запустили новые продукты для губ. Можно найти на их официальном сайте. Это двойной продукт. В него входит подводка для губ и типа блеска для губ. Но, видимо, это такое, знаете, блестящее лаковое покрытие, которое Transfer Proof. К нам возвращаются тренды 2015 года или 2016 года. Тогда, мне кажется, были популярны такие продукты. И многие говорили, я не помню, это было у NYX и то ли у L'Oreal, то ли еще у какого-то такого индустриимного бренда. Сейчас я на вскидку не вспомню. Но отзывы на их были плохие. Они были слишком липкие. Там прямо вот так губами проводишь, и губы аж слипаются. Так что, не знаю, как бы все развивается по спирали. Да, у нас все события. Сейчас они в ТикТоке там освоили контуринг. И, видимо, теперь нужны вот тоже продукты. Верните мой 2015. Косос запустили новую. Glow IV Vitamin Infused Skin Eliminating Enhancer. Ну, это, я какого-то понимаю, тентованный тональный... Ну, тентованный уход или что-то такое. Написано, что это богатый нутриентами крем для лица с небольшим тентом для такого блестящего, здорового вида вашей кожи. Можно использовать как хайлайтер, можно смешивать с тональным кремом, можно использовать на все лицо. Стоимость 38 долларов, доступна в 10 оттенках. Ну, я пока что не пользуюсь Double Wear и очень плотными тональными кремами. Но вот я перешла на Тритинаин. И мне, на самом деле, посещают мысли, может быть, мне стоит рассмотреть более легкие тональные кремы. Потому что зачем я так мучаюсь над качеством своей кожи, если просто закрываю все плотным тональником. Мак выпустили новые продукты. Lash Dry Shampoo Mascara Refresher. Господи, вот кто бы мог подумать. То есть это сухой шампунь для ресниц. Вот тот продукт, который я ожидала увидеть меньше всего. Но мне кажется, это вот какой-то больше на хайпе что-то основанное. По большому счету это просто тушь и как бы бог с ним, а маг и куда-нибудь в баню. Также они выпустили Lock Kiss Ink Lipstick. Ну, это, видимо, стойкая матовая помада для губ. Она какая-то металлизированная. Судя по промо-фотографиям, написано, что она не передается. Она устойчивая к воде. Держится до 24 часов. Доступна в 12 оттенках. То есть вот этот продукт для ресниц, он подразумевает, что им нужно освежать ресницы в течение дня. Вот что-что освежать ресницы в течение дня мне вообще в голову не приходит. Я иногда могу припудриться дополнительно, потому что у меня комбинированная кожа. Могу макияж губ поправить. В редких случаях могу заново нанести румяну. Но это если я, не знаю, сходила на работу, а потом пришла домой и такая, поеду-ка я в бар там или, я не знаю, в театр. И я тогда еще нанесу дополнительно румяну, просто чтобы как-то освежить внешний вид. Но тушь дополнительно наносить в течение дня нет уж. И тем более, знаете, все производители туши такие, наша тушь держится 24 часа, а это тут. Вам нужен сухой шампунь для ресниц. Нет, Мак, идите по одному известному адресу. Ким Кардашин выпустила Vanty Bag. Это такая, знаете, просто огромная косметичка, легкая. В нее вылазят все 9 продуктов для ежедневного ухода. А также макияж и продукты личного ухода. Закрывается она на замок. Стоит 70 долларов. Представляете? Размеры 25 на 16 на 21 сантиметров. Внутри есть эластичная визинка, кармашек на замочке. Ну, в общем, по сути, это просто большая косметичка. Но выглядит так немножко лакшери. Впрочем, покупайте Кошинаку. Я вот в обзоре своих покупок показывала Кошинаку. Мне кажется, вот поддерживаем российские бренды. Там кожаная косметичка очень красивая. Киллиан выпустили новый парфюм. Называется Can't Stop Loving You. Ну, видимо, это, не знаю, Кадем Святого Валентина может быть. А может быть, просто весенний запуск у них. Написано, что это цветочный парфюм, вдохновленный любовью. В ноты входит цветок апельсина, лабангну, циктус, цистус. Господи, понятия не имею. Если честно, такие специфичные слова я не могу сходу переводить. Нужно было смотреть заранее в словарике. Я просто посмотрю на фрагнатике, какие есть ноты, и вставлю картинку с нотами на экран. Потому что сейчас будет это позорище. Потому что я не увлекаюсь, на самом деле, парфюмом. И редко читаю что-либо, связанное с этим на английском языке. В прошлом выпуске, по-моему, в первом, я говорила, что в линейке Sephora будет новое оформление. Будут доступны новые продукты. Сейчас, наконец, у нас появились некоторые детали. Точно будет хайлайтер и румяна. Появились их уже цвета. Четыре оттенка хайлайтеров и 11 оттенков румян. Продукты уже доступны в Европе. Ну, Sephora это французский бренд, поэтому они, наверное, и спускаются сперва в Европе. На этом были все бьюти-новости. Следующий выпуск будет через две недели. Подписывайтесь на мой канал, подписывайтесь на мой телеграм-канал. Какие-то новости я обсуждаю сперва там. Спасибо вам большое за просмотр. И хорошей вам недели. Пока-пока. Увидимся в следующем видео. Субтитры сделал DimaTorzok